Житель Сарани без гражданства не может выехать в Россию, чтобы стать донором почки для собственной дочери. Мужчина купил авиабилет, но в последний момент его не пустили на борт. На каких условиях человек без гражданства имеет право передвигаться? И сможет ли мужчина помочь своему ребенку? Выясняла Людмила Батюшкина. 100 тысяч тенге для Сергея Супис – деньги огромные. Именно столько он потратил на билет. Но на борт его не пустили, потому что у него нет гражданства. Он утратил право на российский паспорт, так как не продлевал гражданство, а потом и вовсе попал в колонию. Освободившись первым делом, решил выехать к дочери, чтобы стать для нее донором почки. Я пошел в это посольство, начал обращаться. Мне сказали, вам легче будет получить гражданство там, в России, на территории Российской Федерации, чем здесь, в Казахстане. Я говорю, а как мне выехать? Мне посоветовали через турагентство. Сергей уверяет, что в турагентстве его обманули, заверив, что проблем не будет. Но в аэропорту пограничники его не пропустили. Он потерял деньги. Написал заявление в прокуратуру, оттуда его перенаправили сначала в спецпрокуратуру, потом в КНБ, потом в воинскую часть. В миграционной полиции подтвердили, что лицу без гражданства, в какую бы страну он не ехал, нужна въездная виза этой страны. Даже по СНГ исключений нет. Турфирма, если они оформляют турпутевку, то есть если проходят через них, они тоже должны отнести ответственность, потому что, получается, лицо оформляет документы через них. Однако в турфирме ответили, что они никогда не спрашивают о личной жизни клиентов. Раз человек пришел за билетом, значит знает, может он лететь или нет. Поэтому и деньги за билет не вернут. В любом случае мы ему не отказываем, мы пытаемся сейчас помочь. И в посольство я писала официально. Насчет билета будем дальше решать вопрос. Возможно, получится, что мы ему следующий билет сделаем со скидкой. Но в данном случае здесь это не ошибка авиатурагенции. Тем временем в России Сергей ждет семья. В нем срочно нуждается 28-летняя дочь. У нее болезнь почек. И донором может стать родной отец. Нам очень важно, чтобы Сергей Супис, отец Кристины, приехал к нам в Россию и стал донором для своего ребенка. Я как мама очень переживаю, потому что для нее это жизненно необходимо. Очень прошу вас помочь. И все-таки Сергей надеется получить деньги за билет от турфирмы. Сейчас наш герой надеется, что в российском посольстве ему помогут с визой как можно скорее. Потому как на счету жизнь его дочери. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.